В Приднестровье тепло, тепло и в квартирах. Сегодня поговорим о том, когда окончится отопительный сезон в республике, а также узнаем, куда уходят наши с вами деньги за отопление. В эфире программа «Вовремя итоги». Меня зовут Валентин Васильев. У нас в гостях Олег Ищенко, директор по эксплуатации ТИРС «Теплоэнерго», а также Андрей Медведев, первый заместитель министра регионального развития транспорта и связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Дорогие гости, короткая подводочка. Пробежались по интернет-ресурсам, посмотрели погоду на ближайшие дни. Сегодня плюс 17, завтра 21 градус тепла, пятница 23, дальше 16-14, ночью не ниже 4 градусов тепла. Когда нам ожидать отключения отопления? В соответствии с правилами теплоснабжения Приднестровской Молдавской Республики, решение об окончании отопительного периода принимается в том случае, если среднесуточная температура наружного воздуха в течение 5 суток подряд достигает значения 8 градусов и выше. В настоящее время мы анализируем ситуацию по среднесуточной температуре наружного воздуха, запрашиваем информацию в Республиканском гидрометеоцентре. И те прогнозные значения среднесуточной температуры наружного воздуха, что нам поступают из Республиканского гидрометеоцентра, не позволяют пока принять решение об окончании отопительного периода. И я думаю, что первую декаду апреля мы проведем с теплом в наших квартирах. То есть пока еще погреемся? Пока теплоснабжение будет осуществляться в штатном прежнем режиме. В прошлом году какие сроки были, когда мы отключили? Как правило, отключение системы отопления происходит, как я уже говорил, при среднесуточной температуре выше 8 градусов. Каждый год это происходит в различные сроки. Бывают и в 20 числах апреля мы отключаем отопление, бывает в первой декаде апреля. В прошлом году, во второй декаде апреля, был завершен отопительный период. Но это не значит, что мы будем по аналогии действовать и в этом году. Все зависит от погодных условий. Ну понятно, но апрель это как бы стандартный месяц, да? Или бывали более поздние? Нет, апрель это стандартный месяц, где будет прекращена подача тепловой энергии на цели отопления. Хорошо. Закончилась зима, закончился зимний сезон. Как мы его пережили, с какими результатами? Ну я дополню, что наш, как говорится, пояс примерно рассчитан на отопление на нашем поясе с 15 октября по 15 апреля, где-то так вот. То есть плюс-минус 10 дней или после 15 или до 15. Поэтому в прошлом году действительно мы закончили чуть попозже. Но все было, как говорится, в прошлом году, весна немножко позже пришла. Что касаемо данного периода отопительного сезона, я скажу так, что для тепловиков нашей республики отопительный сезон прошел благоприятно. В разрезе, если сравнивать прошлые годы, у нас в этом сезоне было около 300, если точно 320 порывов на магистральных, на триквартальных сетях по всей республике. А в прошлый период это было и 500, и 600, и 700 порывов. То есть для тепловиков в этом году зима прошла удачно. А как так, с чем это связано? Значительное снижение? Ну естественно, что это показатели той работы, которая проводится летом. Если брать сейчас ближайшее будущее, мы планируем приступать уже к подготовке к новому сезону, и сетей, и оборудованию. Естественно, что качество подготовки зависит от следующего, как говорится, сезона, прохождения следующего сезона. То есть мы планируем, например, сейчас и гидролюческие испытания сетей, мы планируем сейчас и промывку внутридомовых сетей. То есть целый спектр тех работ, которые накопились за время отопительного сезона. Я знаю, что отопительный период еще не окончен, но Вы уже, Олег Михайлович, Ваше предприятие начало подготовку к следующему. Что делается? Да, наше предприятие, ведущее энергетическое предприятие нашей республики, мы обеспечиваем надежное и качественное предоставление услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению, по отоплению и подогреву горячей воды потребителям всех районов нашей республики, кроме города Днестровска и города Биндер. Там свои филиалы, свои предприятия. Всего на нашем балансе находятся 122 котельные, это по всей республике, и в обслуживании более 400 километров магистральных внутриквартальных сетей. Это я имею в виду только наружных сетей. Ну, естественно, что не секрет, что наши сети и оборудование котельное, естественно, морально устарело. Есть сети, которые отработали 2-3 на своих нормативных срока. Котельное оборудование отработало уже более 80-85% амортизации прошло. Естественно, что необходимо выполнять какие-то либо капитальные вложения, поэтому, скажем так, предприятия ежегодно от иных хозяйственных субъектов плюс еще передают нам другие котельные. Те котельные, конечно, они в неудольствительном состоянии, поэтому мы, как говорится, должны уже готовить и свои котельные, и те котельные, которые нам передают. Так, скажем, в прошлом году нам передали котельные «Паркан» и котельные «Терновки». Есть там проблемы в этом году, я чуть погодя скажу, что мы будем планировать уже какой-то ремонт, который необходим для дальнейшей работы этих котельных. Но в данной связи, значит, с целью обеспечения надежности и бесперебойной подачи тепла в следующем отопительном сезоне в предприятиях в рамках утвержденной концепции развития системы теплосоружения республики на 2016 год, естественно, у нас уже разработаны инвест-программы. Разрешите, остановилось? Здесь вы сказали 85% – это котельное оборудование, это износ, да? Да, это котельное и вспомогательное оборудование. Что касается самих сетей и магистрали? Сами сети, ну, чтобы вы представляли, у нас и котельное оборудование, и сети эксплуатируются с конца 60-х годов, начала 70-х. Самый пик строительства этих сетей и котельного оборудования это было где-то до 85-го, до 89-го годов. То есть это самый был пик введения в эксплуатацию этих сетей. В большинстве населенных пунктов у нас используется централизованная система отопления. Ну, в нынешних, современных условиях мы имеем и локальные котельные, обеспечивающие теплоснабжение и отдельных объектов. Крышные котельные, которые обеспечивают жилые дома, как говорится, локальные котельные, крышные, они находятся на крыше. То есть в основном, основная масса котельного оборудования и сети возведены в конце 60-х, 70-х годов. Дополню коллегу, необходимо дополнить тем высказыванием, что прежде чем приступить к ремонтной кампании в межотопительный период, вот вернемся к теме, как вы справедливо заметили, идет значительное снижение аварийных ситуаций на тепловых сетях. С чем это связано? Что прежде чем приступить к ремонтной кампании в межотопительный период, Министерством регионального развития, совместно с теплоснабжающей организацией проводится после каждого отопительного периода анализ. Анализ причин возникновения тех или иных аварийных ситуаций на тепловых сетях, в котельных проводится сравнительный анализ, количественный анализ тех аварийных ситуаций. Для чего? Для того, чтобы в ремонтный период основные усилия направить на те узкие места, которые были выявлены в ходе этого анализа. Это приводит к тому, что по итогам ремонтной кампании большее значение уделяется тем объектам, которые наиболее подвержены аварийности. В итоге мы получаем снижение аварийной ситуации в последующем и улучшение качества оказываемых услуг. К этому ведет и выполнение этих адресных программ по капитальному ремонту внутридомых инженерных сетей. В этом году теплоснаживающая организация более чем 70 многоквартирных жилых домах выполнила капитальный ремонт. Олег Михайлович, может быть, меня поправит, если... Мы говорим по республике, может, так как республики. Мы говорим о республике, да. В этом году темпы взятые будут продолжены. Эти работы позволят улучшить качество оказываемых услуг и снижению аварийности уже на внутридомовых инженерных сетях. Потому что, как мы знаем, как и тепловые сети магистральные, как Олег Михайлович уже говорил, эксплуатируются больше 40 лет. Также и внутридомовые сети также эксплуатируются 50-60 лет. И капитальных ремонтов со дня сдачи в эксплуатацию жилых домов практически не проводилось. Это отдельная тема, да. Это отдельная тема. Вообще, я скажу так, что такой удовлетворительный проход, как говорится, отопительного сезона, естественно, это большая работа коллектива и предприятия в предыдущем году. Но если брать, например, по основным значимым мероприятиям прошлого года, те мероприятия, которые выполнили наше предприятие, это и капитальный ремонт водогрейных котлов на котельной номер 2 в городе Террасполе, это и замена котла на котельную номер 1 в городе Рыбница, это и реконструкция оборудования котельной 8-23 в городе Террасполе, котельная номер 14 в поселке Дзержинско-Дубасарского района, котельная номер 16 на ближнем хуторе Слободзейского района и дальнейший перевод этих котельных уже в автоматизированный режим. Есть у нас такая задумка, и мы ее сейчас воплощаем. Это монтаж оборудования компенсационно-реактивной мощности на котельных средств Уклея в городе Дубасары, это комплектация с частотными регуляторами нашего оборудования, насосов и других агрегатов, это и автоматизация систем коммерческого учета, это и автоматизация систем котельного оборудования, это и диспетчеризация, то есть целый спектр работ, который проводился в прошлом году для сохранности материальной ценности, также возможности своевременного реагирования на те или иные нештатные какие-то ситуации. Это также замена и у магистральных сетей по нашим городам, нашей республике, согласно Инвестпрограмме. Если так, брать в прошлом году в новом, как говорится, материале по ПМ-изоляции, и за профлексом, было поменено более 26 километров, это по всей республике. Это улица Манойлова, города Террасполя, это внутриквартальная сеть в городе Рыбница, это магистральная сеть города Каменки. То есть эти все виды работ выполнялись в прошлом году. Если так брать, например, чтобы было понятно нашим телезрителям, у улицы Манойлова было поменено более 700 метров трубы, где было затрачено более 5 миллионов рублей. В городе Каменки было заменено более 1,5 километра магистральной сети, также были затрачены около 3 миллионов рублей. Из тех, с чем мы, как говорится, можем гордиться в 15-м году работа, это была и реконструкция центральных тепловых пунктов в городе Террасполя. Это большая такая работа, которая у нас началась более двух лет назад, где мы в городе Террасполя эксплуатируем около 90 тепловых пунктов, и оборудование, которое было установлено в 70-е годы, оно устарело, оно уже вышло из строя, поэтому мы начали модернизировать эти тепловые пункты, и устанавливать новое оборудование, уже более современное, более качественное, насосное оборудование, и также к ним, как говорится, замена трубопроводов. Это и установка на тех же тепловых пунктов регуляторов для подачи горячей воды, и проводимая регулярная работа по восстановлению тепловой изоляции. Это немаловажно, потому что все наши граждане видят во дворах эту тепловую изоляцию, в каком она состоянии, там или дети рвут, или ветер, или, ну, всякое бывает, как говорится. В прошлом году мы восстановили более 6 тысяч квадратных метров тепловой изоляции, это, я говорю, в разрезе республики. Это и реализация адресной программы по восстановлению системы циркуляции горячего водоснабжения, то, что мы говорим к жилым домам. Вот рангая инвестиционная программа в 2015 году была восстановлена более километра этих сетей, то есть обратных трубопроводов, это от 4, как говорится, тепловых пунктов к 20 только домам. То есть 20 домам мы восстановили обратные трубопроводы, это составило более километра. Что это за обратные трубопроводы? Это обратные трубопроводы, которые, не секрет, до 2007 года горячая вода подавалась у нас по графикам по выходным дням. Естественно, что сети в то время на данные сети обратного трубопровода финансирования не выделялось, и, естественно, что мы их потеряли. Их приходится восстанавливать уже, получается? Их приходится восстанавливать, чтобы обеспечить качественную услугу горячего водоснабжения. Но мы тут сталкиваемся с проблемами доступа в жилые помещения, что усложняет нам задачу по приведению данных работ в полном объеме. Но, тем не менее, те мероприятия, о чем говорил Олег Михайлович, они полностью ввязываются с концепцией теплоснабжения, которая была принята правительством в начале года. Цель принятия данной концепции – обеспечить надежную работу всей системы теплоснабжения Республики. Эта концепция регламентирует перечень мероприятий, которые направлены на эффективное использование тепловой энергии, направлено на применение новых технологий и материалов при производстве работ на тепловых сетях и оборудовании котельных. И вот в предстоящий межотопительный период инвестиционная программа ТЕРО Степлоэнерго уже практически скорректирована с теми основными направлениями, которые были утверждены в рамках принятой концепции теплоснабжения, что позволит нам, как говорится, сохранить систему в работоспособном состоянии. К сожалению, приходится говорить о сохранении и обеспечении надежного работоспособного состояния. Здесь не приходится говорить о развитии и модернизации, потому что средств, выделяемых в рамках инвестиционной программы ТЕРО Степлоэнерго, явно недостаточно. Как Олег Михайлович говорил, большая часть оборудования эксплуатируется более 40 лет. И для того, чтобы приостановить процесс старения тепловых сетей и оборудования, нам необходимо 2, а то и 3 такие инвестиционные программы в год выполнять, чтобы перейти уже непосредственно к развитию системы и модернизации котельного оборудования и самих тепловых сетей. Накануне большой ажиотаж был по поводу того, что депутатский корпус хотел изымать часть выручки от ГУПов и МУПов, в адрес бюджета. Вас коснулось? Какова ситуация вообще? Насколько сейчас у нас были встречи, были и разговоры, и договоренности, коммунальные службы данный проект не касаются. Нас заверили депутаты, депутаты заверили о том, что данное решение коммунальных служб не коснется. Я хотел бы дополнить то, что последний пункт и самый немаловажный. Это в прошлом году, даже я начну с другого, в 2010 году, согласно указу президента, внутридомовые сети были переданы на обслуживание, на техническое обслуживание террас-теплоэнерго. Вот если брать в рамках 2011 года и сейчас, делать параллель 2015 года, мы только в прошлом году заменили более 21 километра внутридомовых сетей. Внутридомовые это подвалы? Это подвалы, да. Чердаки, подвалы. Квартир не касаемся? Это собственность. Стояки в квартирах, разводка мы не касаемся, разводки. Мы проводим сейчас техническое обслуживание по всей республике, по сетям горячего водоснабжения до водомерного узла или до первого вентиля. По системе центрального отопления мы проводим техническое обслуживание до радиаторов. То есть стояк, это подвергается нашему ремонту, если необходимо. Так вот, только в рамках вот этой программы 7 копеек за прошлый год и текущего технического обслуживания было заменено более 21 километра внутридомовых сетей. Это по всей республике. В этом году какие планы? Значит, что в этом году? Как вот Андрей Владимирович сказал, значит, в рамках инвестиционной программы, вот концепция, которая была утверждена на правительстве, мы в этом году будем пытаться реализовать мероприятия по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, а также по приобретению необходимой строительной или ремонтной той же техники, которая необходима, потому что техника тоже у нас морально устарела, естественно, она эксплуатируется уже с энных количеств лет. Ну, скажем так, что мы примерно план капитального строительства, реконструкции, модернизации на этот год по нашей республике, по нашему предприятию, мы в порядке планируем 47 миллионов. Если в разрезе каждого города, мы стараемся так, чтобы охватить, естественно, каждый город, каждый район, для того, чтобы можно было, как говорится, развивать теплоснабжение или горячее водоснабжение в каждом районе. Ну, возьмем Террасполь, мы планируем около более 12 миллионов рублей потратить на инвестпрограмму. В городе Слободзей, в Слободзейском районе, более 20 миллионов рублей мы планируем потратить в этом году, уже в 16-м. В Григориополе более полутора миллионов рублей тоже на ремонты. В Рыбнице более 6 миллионов, в Добосарах более 5 миллионов, в Каменке более 100 тысяч, как говорится, рублей, для того, чтобы поддержать работоспособность и беспребойную подачу нашего, как говорится, продукта. Ну и примерно оборудование также планируем, тоже автотракторную технику, тут же вспомогательное какое-то оборудование для выполнения ремонта. Вообще, я скажу так, что наше предприятие старается многие работы выполнять их способом. То есть, во-первых, выполняются все ремонты за наш счет, и поэтому, естественно, мы считаем деньги и многие работы выполняем сами, то есть без привлечения подрядчиков. — Материал. — Материал. Значит, материал, много тоже спекуляций в последнее время, что материал откуда, что чего. Значит, наше предприятие сейчас, на сегодняшний день, вот на 1 апреля, провело все необходимые тендерные мероприятия, определило, где необходимы подрядчики, какие, то есть те тендера, и определило весь необходимый материал. Я даже вам больше скажу, что сегодня мы уже получили более 60% той трубы, которая нам необходима для реализации инвест-программы. Но более по тендерам. — Как проходит тендер вообще? — Все проходит открыто, все в установленном порядке. Тире Степлнегра делает объявление в газету, на участие в тендере принимаются заявки абсолютно от любого желающего, от той фирмы, которая имеет возможность поставить то или иное оборудование или спецтехнику. В дальнейшем идет согласование данной закупки в Министерстве регионального развития. Ценовую экспертизу данный договор проходит в Комитете ценно-антимонопольной деятельности. То есть данный договор, закупка проходит несколько этапов проверки, для того, чтобы, во-первых, эффективно использовались государственные средства, и, во-вторых, чтобы было все прозрачно и открыто. — Андрей Владимирович, всю процедуру можно следить на Вашем сайте Министерства? — Все закупки и все тендера можно следить на нашем сайте, они есть. И также в СМИ мы, как Андрей Владимирович сказал, опубликуем все полностью проводимые тендера как на приобретение материала, так и на производство каких-то либо ремонтных или строительных работ. Ну, давайте, если коснуться к основным запланированным моментам, которые мы планируем в этом году в разрезе, как говорится, всех городов и всех наших поселков. Значит, первое. Мы планируем строительство, реконструкцию котельных. Сейчас проводится и проектирование котельного оборудования в поселке Пермайске. Значит, мы имеем одну котельную, старую, очень паровую котельную в поселке Пермайске, где котельная уже в недвольтурительном состоянии. Мы ее также приняли в рамках, как говорится, очередности передачи котельного оборудования. Котельная оборудования отработала свой полностью нормативный срок, и поэтому сейчас мы планируем потратить туда более 11 миллионов рублей для реконструкции данной котельной. Игорь Михайлович, это реконструкция или это полная замена? Ну, естественно, что именно котельной. Я почему говорю, это и там и строительная часть, это и замена котлов. Там сейчас два паровых котла. Естественно, что мы будем сейчас спроектировать два современных котла. Планируем также, что эта котельная будет обслуживать верх поселка. Есть у нас проблема с низом поселка. Значит, на сегодняшний день поселок обеспечен одной котельной, и протяженность от котельной до ближайшего дома низа поселка – это более 3 километров. То есть, представляете, 3 километра сети, которые подает теплоноситель на низ поселка. Поэтому, в связи с чем, принято решение провести строительство малой локальной котельной внизу поселка. Мы запланировали более 6 миллионов для того, чтобы обеспечить бесперебойную подачу и исключить вот эту, как говорится, протяженность сетей более 3 километров. Поэтому мы планируем в поселке реконструкцию сделать одной котельной основной и плюс построить новую котельную внизу. Что касаемо реконструкции, мы собираемся проводить котельную номер 4 города Дубасар. Реконструкцию котельной в селе Чебручье. Также в селе Чебручье нам было передано котельная в неудовлетворенном состоянии. Дальнейшая эксплуатация ее уже непригодна. Поэтому мы планируем туда более 3 миллионов потратить на реконструкцию данной котельной. То есть, можно сказать, на строительство новой. То есть, мы завозим новые котлы, новое котельное оборудование. Естественно, что оно более современное и более качественное. Значит, мы планируем строительство новой котельной в городе Рыбница. На это строительство мы отводим более 2 миллионов. Собираемся реконструкцию выполнить котельной с переломом в автоматический режим Терновка. Вот то, что мы говорили в прошлом году, мы приняли эту котельную, поэтому мы хотим сделать там реконструкцию и перевести в автоматический режим ее. Собираемся провести замену котлов. Вот мы говорим не строительство, а уже именно чисто котлов в городе Добосары на котельную номер 6. Туда мы планируем более 170 тысяч рублей затратить. Строительство котельных, вот как раз города Рыбница и Пермайска, то, что я говорил, нам обеспечит сокращение технологических потерь. Ну, естественно, что и КПД, и плюс бесперебойную подачу тепла в квартиры наших жителей. Значит, если в результате проведения работы по реконструкции всего этого котельного оборудования, которое я сказал, которое морально устарело, отработавший свой нормативный срок, будет, во-первых, заменено на современное, как я говорил, экономичное и работающее без постоянного присутствия людей. То есть, мы можем, как говорится, уже здесь сэкономить на этом даже. Ну, естественно, что мы выведем из штата персонал, который обслуживал, и, естественно, этот персонал мы можем уже куда-то применить в другую, как говорится, направление, то есть более модернизировать. Снизятся экспозиционные расходы, снизятся затраты на природный газ, на воду, и на сэкономленные деньги Террасия Планега направит данные средства на дальнейшие работы по реконструкции, как Олег Михайлович говорит. Планов много, планы по всей республике, есть над чем работать в предстоящий межотопительный период. Мы с вами присутствовали на прошлой неделе, делали репортаж, готовили в планах у нас капитальный ремонт котлов, двух котлов в городе Террасполь, к которому мы уже приступили еще в марте месяце, не дожидаясь конца первого сезона. То есть, мы сейчас ремонтируем часть котельного оборудования первого котла, четвертой котельной, центральной, и четвертого котла, тоже четвертой котельной. То, что я вам показывал, мы уже приступили к этим работам. Это, кстати, поподробнее, если можно остановиться, объяснить нашим зрителям. Я был просто на этих котельных и видел, что там происходит, и это не стандартные маленькие котельные, как люди себе предполагают, а огромные. Олег Михайлович, вы говорили, там протяженность труб в одном котле. Да. Мы проводим там сейчас работы по капитальному ремонту котла с заменой нагревательной поверхности, то есть конвективного пучка. В одном пучке, я вам тогда говорил, на первом котле, ПТВМ 50, более 50 километров трубы диаметром. Вы видели, 20? В сумме, в одном котле, 50 километров трубы. 50 километров трубы. В капитальном ремонте водогрейного котла КВГМ-100, который мы смотрели с вами, там более 120 километров трубы, то есть и диаметр больше, и объем больше, ну и котел сам, естественно, больше. Эти котлы основные, они единственные в нашей республике. Котлы эксплуатировались с 70-х годов, поэтому, естественно, что сейчас требуется капитального ремонта. Чтобы понимали, на ремонт вот этих двух котлов мы запланировали более трех миллионов рублей. Котлы делаем, первый котел делаем хозспособом, второй котел делаем уже, как говорится, часть хозспособом, часть подрядной организации. Мы планируем в этом году очень большой ремонт провести теплового пункта по программе реконструкции тепловых пунктов. У нас запланировано более двух миллионов, и мы будем выполнять реконструкцию центрального теплового пункта, который находится в центре города Террасполя, полночастного 34, который требует срочного капитального ремонта и замены как оборудования, так и замены соснового. То есть, естественно, что мы сейчас рассматриваем вопрос как и строительную часть, так и часть по замене оборудования. Мы планируем реконструкцию четырех тепловых пунктов в городе Добосар, и на этом мы планируем где-то около 700 тысяч рублей, потому что там тоже необходима уже давно реконструкция этих. Выполняем, если заканчивать по ЦТП, по тепловым пунктам, мы выполняем сейчас проектные работы по реконструкции еще трех тепловых пунктов по городу Террасполя, но мы планируем, в этом году уже не получится, средств не хватает, а на следующий год запланировать реконструкцию в этих тепловых пунктах. Что касаемо магистральных сетей, это самое наше, как говорится, котельное – это сердце, это уже, как говорится, мозговые наши потоки. Мы в этом году попытаемся выполнить большой объем по капитальному ремонту магистральных сетей, а в городе Террасполя мы продолжим заменить магистральную сеть по улице Манойлова. В прошлом году мы заменили более 700 метров, я говорил, от Цвигуненко до Советской, в этом году, от Советской до в сторону Карла Липненка, мы планируем выполнить замену около 400 метров, где-то на общую сумму более 3 миллионов, это по городу Террасполя. Планируем капитальный ремонт магистральных тепловых сетей диаметром 500-400, протяженностью 400 метров в городе Рыбница, это тоже у нас запланировано 3 миллиона. Провести капитальный ремонт, наконец-то мы дошли до города Гриополя, провести капитальный ремонт магистральной сети в Гриополе, потому что тоже нормативный ресурс магистральной сети отработало, поэтому тоже запланировали полтора миллиона, но там будем выполнять вообще эти магистральные сети замену, мы будем выполнять их способом, то есть без подрядчиков делать своими силами. Ну и в городе Слободзея мы переносим, уже сейчас заканчиваем почти работы по переносу тепловой сети, там, как говорится, тоже есть, свои вопросы. Вот, теперь мы подходим к капитальным ремонтам участков тепловых сетей к жилым домам, включенные адресные муниципальные программы, о которых мы говорим 6-7 копеек. Согласно распоряжению нашего Министерства о генеральном развитии, капитальный ремонт проводится в два этапа. Первый этап, чтобы наши абоненты понимали, от тепловой камеры до элеваторного узла, это замена вводов по горячему водоснабжению и по отоплению выполняется за счет средств нашего предприятия. Мы планируем провести капитальный ремонт с 62 домам, и сумма капитального ремонта будет около 2 миллионов. То есть, это программе, то есть, к деньгам, к тем 7 копейкам отношения не имеет. Это мы делаем за счет... Давайте уточним, то есть, те трубы, которые под землей подходят к дому, мы об этих подводах же говорим, это делается за собственные средства. Да, за собственные средства нашего предприятия, а уже в доме от элеваторного узла, и, как говорится, до разводки стояков или техэтаж, выполняются уже за счет средств населения. Каким образом? Управящая компания наша собирает средства, эти 7 копеек, и потом формирует или в виде платежа, есть у нас где-то заключены договора по республике, в виде платежа, или, как вот в Тирасполе, в виде материала. То есть, цена выделяется материалом, мы уже выполняем работы без возмезд. Ваше предприятие... Да, выполняет эти работы без возмезд. То есть, и здесь разделено 7 копеек, собирается целенаправленно на закупку необходимых материалов, или перечисление средств на счет теплооснабжающей организации, на которой закупаются материалы, а работы теплооснабжающая организация проводит за свой счет. То есть, те 7 копеек, которые заложены в коммунальные платежки, вот жители конкретного дома могут увидеть у себя в подвале новые трубы. Ну, нашим жителям объясните, насколько это важно, насколько это нужно. Что делается в подвале? Да, я скажу так, что вот я почему-то сказал, в 2010 году мы приняли на техническое обслуживание данные дома, и до 2011 года, к большому сожалению, капитальных ремонтов на сетях горячего водоснабжения и центрального отопления до 2012 года не проводились. А если проводились, то проводились частично, и не в том объеме, который необходим. С какого периода? Значит, это у нас, ну, где-то, считайте, с конца 90-х годов, и вот до периода 10-11, в 2011 году было принято решение в качестве эксперимента провести, как говорится, утвердить адресную программу в городе Тирасполь, совместно с мэрией нашего города, ЖИУК и тепловые сети и водоканал. То есть мы согласились, как говорится, попытаться воплотить эту программу, но получилось. Получилось. Значит, у нас, получается, в 2012 году мы выполнили капитальный ремонт в 26 домах. Это мы только взяли по кассете горячего водоснабжения. В 2014 году к этим домам по горячему водоснабжению мы попытались попробовать провести капитальный ремонт центрального отопления в жилых домах. Тоже получилось. Мы взяли 10 домов, получилось, потянули, как говорится, потому что это делаем мы своими силами, без привлечения подрядчиков, получилось. Отсюда в 2015 году родилась программа 6-7 копеек, как говорится, на базе этого. И, естественно, по всей республике, как говорится, была внедрена эта программа. Но я скажу так, что в республике в прошлом году было заменено в 38 домах, как говорится, внутридомовые сети. Это составило где-то более 15 километров. По всей республике было заменено вот в рамках этой реализации 7 копеек. В этом году мы пошли еще дальше. Попытались как-то ускорить, потому что понимаем, что капитальный ремонт необходим. Понимаем, что дома у нас введены тоже в 70-х годах. Основная масса до 85-го годов постройки. И в этом году мы взяли 77 домов. Вот справитесь. Я, конечно, строю такие грандиозные планы. Так говорится, руководство министерства верит, что мы это сделаем. Ну, естественно, куда мы денемся? Ну, тут, во-первых, зависят планы планами. Тут зависит от поступления денежных средств. По городам и районам оно разное. Это зависит от социально-экономической ситуации, которая в республике развивается. Не исключено, что и эта программа, как и общая инвестиционная программа террориста теплоэнерго, по итогам первого полугодия будет пересмотрена и скорректирована в сторону уменьшения. В случае каких-то развития негативных сценариев развития нашей экономики. Ну, самое первое, конечно, то, что было принято с прошлого года, тариф на теплоснабжение социальной категории населения у нас снижен на 7%. Он был снижен и до 1 апреля этого года, но сейчас решением правительства и продлено это решение, поэтому тариф снижен на 7%, поэтому, естественно, какая-то корректировка произойдет сейчас. Обязательно произойдет. Министрам сегодня подписано распоряжение об оптимизации тарифной политики, которая распространяет ранее принятые решения, и на второй квартал 2016 года. Естественно, теплоснабжающая организация недополучит какую-то часть средств от оказания услуги по теплоснабжению. Но будем надеяться, что те планы, которые были намечены на 2016 год, в большем случае притворятся в жизни. То есть 7% скидка для ряда жителей? Социальная группа сохраняется за счет предприятия. То есть мы сейчас будем рассматривать вопросы или снижения инвест-программы, или в прошлом году у нас был вопрос с зарплатами, то есть мы уменьшали. Административно-управленческого персонала. То есть расходы уменьшали. Поэтому пропорционально и там, и там, и там мы на эту сумму, как говорится, уменьшим. Ну что хотелось сказать по поводу продолжения. Значит, реализация программы по 7 копейкам в городе Террасполь, она уже началась. Началась она в феврале месяце, и на сегодняшний день уже в 14 домах капитальный ремонт завершен. То есть из того объема, который у нас запланировано Террасполь, у нас запланировано 53 объекта выполнить уже внутридомовые сети, в 14 домах завершенный. Приемочная комиссия, которая у нас утверждена, госадминистрация, это там представитель госадминистрации, представитель управдома, представитель управленческой компании и наш. Уже акты подписали. То есть можно сказать, что работа начата, и я так думаю, что будет не снижаться темп и дальше идти. Ну и последнее, что хотелось бы, конечно, отметить, это в этом году мы уже приступили еще с января месяца к адресным программам по восстановлению систем циркуляции горячего водоснабжения. Восстановлено уже на двух теплопунктах. Я говорил, вот на улице Гвардейской в пяти домах у нас ушло 800 метров трубы на восстановление обратных трубопроводов. И чтобы понимали, обратные трубопроводы мы восстанавливаем до подвальных помещений, потому что кроме, как говорится, тех моментов, которые мы имеем, это потому что мы потеряли сети обратного трубопровода под землей, мы потеряли эти сети и в домах. То есть у нас жители где-то, как говорится, по незнанию, где-то при ремонтах демонтировали сети, это и полотеносушители демонтировали. Это в начале 2000-х годов были и какие-то аварийные ситуации в жилых домах, где тоже демонтируются эти сети. Вот сейчас мы в рамках этих программ восстанавливаем, как говорится, только до жилых домов, потому что вы сами понимаете, что в квартирах восстановить уже невозможно. У людей ремонт, у людей где-то кафель, где-то есть много аспектов. А есть, может быть, какой-то рычаг воздействия на эту ситуацию? Или принудить, как говорится? Я вам скажу так, что мы не карательная организация, и каких-то правовых у нас рычагов нет. Это я почему-то сразу сделал акцент. Мы технически обслуживаем эти сети. У нас была на счет держателя этих сетей, управляющая компания или кооператив. Но чтобы вы понимали, восстановление обратных трубопроводов до 2013 года вообще не проводилось. Ни в подвалах, ни на улице, ни в тепловых пунктах, нигде. Вот с 2013 года по 2015 по городу Тирасполя восстановлено в 13 теплопунктах. Обратные трубопроводы. То есть эти дома уже, как говорится, не знают проблем с подачей, говорится, горячего водоснабжения. В Рыбнице таких вопросов нет. В Рыбнице все системы в рабочем состоянии и поддерживаются в исправном состоянии. Почему? Почему такое? Ну, в Рыбнице получилось так, что не демонтировали. Сети остались в работоспособном состоянии. Были сохранены решителями. Да, не было такого повального демонтажа этих платежных решителей и обратных трубопроводов. Разрешите немножко вернуться к вопросу. Дома, в которых уже внутренние сети полностью сделаны, капитальный ремонт прошел. Когда мы вернемся в тот дом, для того, чтобы что-нибудь там сделать? Ну, я скажу так, что капитальный ремонт выполняется новым материалом поле пропеления. Но сейчас есть небольшие такие отклонения. Выполняется в поле пропеления до диаметра 63-го. То есть если в подвале, как говорится, 57-я труба, то этот капитальный ремонт выполняется в поле пропеления. Все, что транзитные сети или подводящие сети более 57-й трубы, 89-й, 76-й и выше, оно выполняется в металле. То есть программа рассчитана так, что там, где поле пропеллен возможен, мы устанавливаем поле пропеллен, там, где невозможен поле пропеллен, мы устанавливаем металл. То есть гарантия, как нам говорят поставщики, гарантия 50 лет. Но я скажу так, что министерство отслеживает, как говорится, аварийную ситуацию. Мы ежемесячно отчитываемся о критериях оценки тех домов, где проведены уже капитальные ремонты. И я скажу, что аварийных ситуаций фактически нет. Ну, мы видим, да, тенденцию снижения аварийных ситуаций. Мы видим, какую грамотную политику техническую проводит руководство Террес-Теплоэнерго, что позволяет с оптимизмом смотреть будущее. И мы видим и по обращениям граждан, которые ежегодно все меньше и меньше к нам обращаются с жалобами на качество предоставляемых услуг. То есть все работы сводятся к одному, чтобы обеспечить нашим гражданам, населением, качественную услугу. Потому что население – это основной потребитель теплооснаживающей организации. Андрей Владимирович, вот ваше мнение. Понятно, что готовься они с лета, как подготовишься, так и перезимуешься. Но мы видим положительную динамику в сравнении с прошлым годом. Нужны ли нам вот такие вот большие вложения? Очень много работы делается. Это необходимо, еще раз подводя итог. Подводя итог, я уже говорил, что несмотря на то, что очень много делается, но все равно этого недостаточно. Как я уже говорил, как минимум в 2-3 раза необходимо больше, чтобы перейти к развитию, к модернизации. Очень хочется многое сделать, но, к сожалению, мы ограничены в финансовых ресурсах, в инвестиционных ресурсах. Повторюсь, что при всем при этом, несмотря на все сложности, руководство предприятия изыскивает все возможные средства. И Олег Михайлович здесь уже говорил, что те работы, где можно выполнить собственными силами, они выполняются собственными силами. Все направлено на экономию, на эффективное использование тех средств, которые поступают в Тирос теплоэнерго. Вот ради интереса, есть какая-то сумма примерно, которую нам сегодня можно взять и распрощаться со всеми проблемами раз и навсегда. Ну, речь идет о сотнях миллионах рублей, поэтому подсчеты укрупненные мы производили, чтобы, допустим, как Олег Михайлович по адресным программам говорил, заменить буквально в этот межотопительный период все внутридомовые разводки. Это несколько сотен миллионов рублей. И мы забудем на 50 лет об этой проблеме, но, естественно, таких денег, такими деньгами мы не располагаем, поэтому эффективно расходуем те средства, которые заложены в институционной программе Тирос теплоэнерго. Хорошо, наше время эфирное подходит уже к концу. Предоставляю вам заключительное слово, если что-то не сказали? Ну, я скажу так, что, конечно, наши все работы нацелены на обеспечение надежного энергоснабжения, энергоснабжения потребителей, наших абонентов. Это и снижение износа. Это, естественно, что качественная подача, как Андрей Владимирович сказал, качественная подача услуг по теплоснабжению и горячему снабжению. А так, проблем, конечно, много. Коллектив, как говорится, наш настроен на позитивную работу. Люди специалисты. Мы имеем большой, как говорится, фонд специалистов. Радует то, что сейчас у нас есть факультет в Приднестровье по теплоснабжению, бендерский филиал, который готовит специалистов. Поэтому надеемся, что теплоэнергетика, как говорится, будет развиваться в нашей республике. Мы с оптимизмом смотрим будущее. Спасибо вам за интересную беседу. Желаем вам справиться со всеми проблемными вопросами. Ну а нашим телезрителям мы желаем, чтобы тепло в их домах создавали не только батареи, но и позитивные новости. Оставайтесь первым Приднестровским. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова